МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Государственной Думе предложили запретить курсы личностного роста, а именно заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов из Единой России предложил запретить курсы личностного роста и изменить законодательство о просветительской деятельности. Цитата. Курсы личностного роста как таковые должны быть запрещены, потому что они не имеют никакого научного обоснования. Дальше идет история про то, что господин Милонов видит в интернете какие-то морды провинциальные в узких облегающих рубашечках. И они, эти морды, с Гэконем рассказывают, как стали супермиллиардерами, ездят на арендованной машине и втирают людям, как стали, благодаря курсам личностного роста, миллионерами и вот этими самыми коучами. Надо сказать, что господин Милонов не впервые выступает с подобной инициативой. В 2018 году, когда к нам приезжал, кстати, вот этот великий коуч Тони Робинсон, который в Олимпийском сорвал кассу, мы все считали, я помню эти деньги, тогда господин Милонов сказал следующее о курсах личностного роста, что эти секты, подобные секте Ирона Хаббарда, всевозможные организации, заманивающие на тренинги личностного роста, Тони Робинсон, безусловно, и все остальные, это последователи Хаббарда. Робинсон, это жупел для отчаявшихся хомяков, это саентология в чистом виде, та же самая фекалия, только в новой обложке. Я считаю, что тех людей, которые платят 50 тысяч за выступление Робинса, «Покарает Господь». Ну, со временем Виталий Милонов стал, как это, более корректен в выражениях, но речь не о Виталии Милонове, вот в чем дело. Игорь Борисович, наш режиссер присоединяется именно в этом месте. Ну, мы, конечно, мы про коучи-то особо-то и не будем говорить, мы были не мы, мы здесь взглянули на все на это шире, представили себе все эти морды и так далее и так подобное. Вот я до сих пор удивляюсь, да, почему одним что-то нельзя, другим можно, в принципе, все. Хорошо, ты знаешь, Помидоров, хорошо, что ты назвал вот это слово. Это, по крайней мере, даст нам понимание, в каком формате мы будем вести сегодня наш разговор. Мы две морды в обтягивающих рубашечках, одна из них. За исключением наших гостей. Давайте их пригласим сюда. Безусловно, да. Но эксперты у нас действительно уважаемые. Собственно говоря, речь идет о том, как навести порядок в сфере образования, потому что у нас сейчас россияне пока сидели на вот этой изоляции, 57% получали дополнительное образование с целью личностного роста. Понимаете, да, нет, дело не в этом. Мы все там. Вообще очень многие люди получают дополнительное образование. Многие люди не получают дополнительное образование. Многие люди, я сейчас скажу и, в принципе, выскажу, что не хотят. Я же говорю, давай пригласим, ты меня провоцируешь. Да, Игорь Борисович, это моя работа. Но позже. Давайте все другая сеть. Хорошо. Итак, тема с сегодняшнего круглого стола. Запрет на курсы личностного роста. А у нас в эфире эксперты. Артем Юрьевич Кирьянов, член общественной палаты Российской Федерации, председатель Российского Союза налогоплательщиков. Здравствуйте. Здравствуйте. И самое главное, депутат Государственной Думы. Павел Викторович, ты издеваешься, что ли? А сколько мне будут вот эти, а я вот хочу сказать, вот эти люди, которые пишут мне с позапрошлого года титры. С позапрошлого года. Хорошо, разберемся. Да, все, конечно же, конечно. Но мы все считаем вас, нашим человеком, потому что когда человек становится депутатом Государственной Думы, это что не произошло с вами, Артем. Вот что с вами не произошло. Артем Юрьевич, это специальный ход, вы же понимаете, чтобы подчеркнуть. А также сегодня в эфире Дмитрий Валерьянович Лекух, политолог, писатель и журналист. Дмитрий Валерьянович, здравствуйте. Здравствуйте. Ошибки нет? Все правильно? Да, единственное, я как-то всегда избегал слова политолог, но ладно, это на вашу сторону. Ничего не поделаешь, зрители должны понимать. А оно за вами гоняется, это слово, понимаете? Так просто. Елена Леонидовна Вартанова, академик Российской Академии Образования, декан факультета журналистики МГУ имени Ломоносова. Елена Леонидовна, здравствуйте. Здравствуйте, клиники, здравствуйте, приветствую вас. Ну, сегодня у нас просто золотой экспертный состав. Елена Леонидовна, как хорошо, что вы сегодня с нами. Прямо замечательно, это просто лично от меня. И дальше. Андрей Геннадьевич Жиляев, врач, психотерапевт, доктор медицинских наук, профессор. Андрей Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот Андрей Геннадьевич должен быть самым главным противником всего, что происходит, вот, следом, по идее. В сфере личностного роста. Следом, да, за Мелоновым, вот, это должны быть вы. Может, с вас и начнем? Давайте поговорим. Да, потому что не хотелось бы вами заканчивать. Да, не хотелось бы. Да, а вот начать, это да. Андрей Геннадьевич, пожалуйста, ваши комментарии к этой инициативе, насколько вы все это считаете жизненным? Ну, эти люди же близко все равно к вашей профессии, да, насколько я понимаю. Они все называются похожи, понимаете, в своих дипломах. Они вторжаются в их личную жизнь. Они, ну, по крайней мере, так говорят, делают эту жизнь лучше или хуже, неважно. Но корочки у них нет, да? Я даже не знаю, где сегодня психологов. Я вам расскажу, где, почем и в чем разница. Андрей Геннадьевич расскажет нам. Да. Андрей Геннадьевич, пожалуйста. Добрый день, коллеги. Благодарю за приглашение в этот формат. Могу сказать, что мой интерес абсолютно не праздный, потому что мне приходится иметь дело с теми, кто, ну, скажем так, осторожно имеет отношение к этим тренингам. Причем пострадал от них, как им кажется. Говорю, опять-таки, для того, чтобы не нарушить некие презумпции юридические. Таких много. Они себя относят к жертвам произошедших, с ними изменения в результате тренингов. Не готов однозначно это во всех случаях поддерживать, но явление, очевидно, требует того или иного осмышления. Здесь, со стороны психического здоровья, пробелов очень много. Практически отсутствует структура, аморфность вот этого процесса. Она, наверное, и породила собственную инициативу господина Милонова. По поводу запрещения, ну, я думаю, что это не совсем верный посыл. Но давайте, наверное, более насущный правильный. Давайте запретим ковид. Вот завтра инициативой кого-либо из депутатов просто запретим его. Мне кажется, это совсем не решение проблем. Равно, как и здесь, по-моему, то же самое. А вот изучить его и составить какой-то рескрип, позволяющий контролировать, не запрещать, а контролировать то, что происходит там, ну, вероятно, придется, так или иначе, общество придется защищаться от недобросовестных, некачественных, воспроизводящих подобный формат деятелей, каковых, увы, не так мало. Андрей Геннадьевич, ну, вот как раз вот это вот для меня самое важное. Контролировать. Я просто не представляю. У Милонова все проще. Я его где-то понимаю. Надо запретить. Ну, это вообще наше. Да? Ну, что тут думать? Но как контролировать, не представляю. Понимаете? Это у спортсменов, притом не у всех. Например, у боксеров. Это у них все очень просто. Кто на ринге лег, тот и проиграл. Понимаете? Никакой субъективности, да? В этом. Ну, в психологии, понимаете? Однозначно невозможно, насколько я понимаю, дать какое-то вот стопроцентное заключение. Вот эта вот подобная методика, если ее так можно назвать, это хорошо или плохо, да? То есть вот как контролировать? Кого запрещать? Кому разрешать? Кто должен контролировать самое главное? А по поводу вируса, между прочим, неплохое замечание, что взять и запретить. Мы попытались его запретить. Он не запретился. Чем мы сейчас занимаемся? Мы пытаемся его уничтожить. А он мутирует. Понимаете, на что? Да, а он мутирует, как, да? Вот. То же самое с коучами и вообще, я еще раз говорю, мы немножко шире хочем поговорить о эту тему. И вообще с так называемыми самозванцами и непрофессионалами. А они в любой отрасли существуют, понимаете? Продолжаем разговор. Давайте переведем стрелки теперь на Артем Юрьевича. Артем Юрьевич. Артем Юрьевич, переводим стрелки на вас. Вы, как депутат Государственной Думы, понимаете, ведь вам придется все это принимать во внимание и, возможно, как-то реализовывать. Что скажете? Вы знаете, мне не свойственен, конечно, такой пафос и образность, как у господина Милонова. И, в общем-то, я далек от мысли, что простыми запретами можно достигнуть, ну, скажем так, оптимальных результатов какого-то регулирования. Другой вопрос. И я ведь тоже не первый раз высказываюсь на тему профессионализма и, так сказать, системы коучинга в стране. Другой вопрос, что сегодня в этой отрасли, а этого отрасли огромное количество жуликов. Вот жуликов, мошенников, как раз тех, на которых жалуются и в правоохранительные органы, и в органы, что называется, здравоохранения и психического здоровья. Поэтому для меня очевидно, что сегодняшняя ситуация, она требует регулирования, и регулирование осуществляется посредством законодательства и законных актов. То есть для меня выглядит ситуация в следующем образом. Вот, смотрите, я, например, имею несколько высших образований. Одно из них педагогическое. Имею степень кандидата юридических налогов. Наверное, как коуч личностного роста в профессии юриста, я профпригоден. И об этом, собственно, готов доложить, готов подтвердить своими дипломами, готов подтвердить своим статусом, что я могу заниматься, скажем так, преподаванием и могу как-то помочь юристам, адпокатам, людям в профессии. Соответственно, меня можно внести в определенный реестр. Реестродержателем может быть уполномоченный федеральный орган, ну, в частности, Министерство просвещения, например. Вот, политика уже пошла, да. Реестр и уполномоченный орган, который на основе, по крайней мере, документов о образовании, может наделить. Реестр, он должен быть, чтобы люди, когда видели объявление, что Иван Иванович Иванов обещает вам за несколько десятков или сотен тысяч рублей в течение трех дней сделать из вас, не знаю, бизнесмена, экономиста, психолога, юриста, значит, человек должен знать, куда посмотреть, на самом деле, какие профессиональные квалификации есть у этого самого Иванова-коуча. И второй вопрос, который неразрывно с этим связан, а как этот условный Иванов-коуч в дальнейшем обходится с деньгами, которые он собирает? Оплатит ли он налоги? А есть ли у него соответствующая, ну, скажем так, форма деятельности? Он индивидуальный предприниматель, он самозанятый, он иплэ. То есть это тоже важно для понимания, что у нас происходит. Ну, хорошо. Ну, это вопрос второе. Да, об этом речи не шло. Ну, грубо говоря, куда он тратит свои деньги? Куда? На яхты, на женщин, на шампанское. Более того, этим он подтверждает свою экспертность, что он хороший психолог и коуч, потому что у него тачка нормальная, и люди голосуют рублем. Да, конечно. Коллеги, мы не будем про налогообложение вот этой сферы, хорошо? Это вопрос вторичный, действительно, по идеологии, да? Кто чему имеет право учить? Главное в этом деле, как и во врачебной практике, это не навредит. То есть минимальные, скажем так, стандарты должны выдерживаться. Минимальные стандарты. Нет, я бы сразу хотел сказать, знаете, а если у меня профессиональный психолог, коих не меньше, понимаете, чем вот этих кучи, да? Кто с него спросит, если он сломал мою жизнь? Или они все гении, все без исключения, или имеют право ломать мне жизнь только потому, что у него есть корочка образования, да? У нас все прям великие, гениальные инженеры выходят из институтов, врачи все, как один, гениальные, да? Чем прикрываются? Получим, так сказать, образованием из-под палки папиной или маминой. Это ведь тоже очень важно. Дмитрий Ильич, чуть позже. Да, чуть позже. Я предлагаю женщине, в конце концов, слово дать. Что это за секстин неприкрытый? Я просто боюсь, сейчас Елена Леонидовна вообще может поставить точку в этом вопросе. Нет, не поставит. Я знаю, Лена. Пожалуйста, да. Я, конечно, не поставлю точку, это очевидно, но нам надо договориться, о чем мы сейчас дискутируем. Если мы дискутируем о курсах, которые должны научить, то там, конечно, должны быть профессионально подготовлены к преподаванию люди. Если же мы говорим о курсах, которые должны помочь в психологическом состоянии человека, значит, там должны быть психологи. Ну, про психологов у нас здесь достаточно. Уже говорилось. Я считаю, недостаточно. Вы считаете психолога, как минимум, сколько он должен отучиться? То есть количество критерий. Вы кого считаете психологом? Начинаем. Я принесла две бумаги здесь, покажу вам. Одна называется «Свидетельство о государственной регистрации», которую выдает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. У каждого вуза есть такое свидетельство. И есть лицензия на образовательную деятельность. Опять-таки, Федеральная служба по надзору выдает. В любом случае, организация, которая ведет педагогическую деятельность, подвержена очень строгой инспекции, анализу. И почему мы считаем, что если курсы должны научить, они могут не иметь никакой государственной аккредитации и аттестации. Более того, я бы сказала, что вот эти тренинги, они точно попадают в систему доп. образования. Это прекрасная история. Доп. образование сегодня нас ориентирует на такую вещь, как обучение в течение всей жизни. Life-long learning – это такая классическая концепция, которая говорит, что люди должны повышать свой образовательный уровень. Сейчас, Ирина, Ирина, давайте по существу еще раз. Вот Помидоров спросил, сколько нужно лет сегодня проучиться, чтобы стать психологом. С вашей точки зрения, уважаемым. Нет, не с вашей точки зрения, а сколько. Доп. образование, насколько я понимаю, это у человека уже должно быть высшее образование, и тогда он может доп. Я как раз не про учителей, я про аудиторию, которая приходит на курсы. Что касается психологов. Пожалуйста, вот в МГУ психологи сохранили специалитет 5 лет. Но я подозреваю, что одного образования для того, чтобы весь этот курс... Подождите сразу, у вас есть доп. образование на психологическом факультете, то, что я нашел, это 704 часа в течение одного года, там, обучение с сентября по июнь, 704 академических часа человек получает удостоверение, что он закончил МГУ. Совершенно верно, но для начала он должен иметь высшее образование, насколько я понимаю. Высшее образование накладывает этот доп. Но дальше мы с вами говорим о том, что не может человек после вуза без практики, без опыта выходить работать с аудиторией и выходить работать с пациентами. А где это написано? Скажите, пожалуйста, и кто же ему запретит? А мне кажется, у психологов есть такая... Вообще-то это психологи мне должны сказать. То есть это больше по понятиям? Никакого регламента законодательным, который обязывает иметь какие-то часы, стажировку, опыт? Этого нет ничего? Включено в образовательные структуры, в образовательный процесс. В образовании всегда есть практика. И поэтому, конечно, мы рассматриваем деятельность любого профессионала, не только как человека, получившего теоретические курсы, но и как прошедшего практическую подготовку. Елена Леонидовна, позвольте, я здесь вас поставим многоточие. Просто, чтобы у нас все высказались. Я только добавлю сюда, что мы поговорили о дополнительном образовании психологическом, которое дает, наверное, самое уважаемое учебное заведение у нас в России. Это психолог МГУ. Это 704 часа с июня по декабрь. Там люди занимаются по вечерам пять дней в неделю. А вот есть, например, другая возможность получить профессию психолога с соответствующим сертификатом о прохождении базового обучающего курса. Тут всего 100 часов, понимаете? И, значит, два дня в месяц они занимаются 10 месяцев. И вот и есть какое-то учебное заведение. Называется это научно-исследовательский институт. Сейчас дальше не буду говорить. Но люди с корочками этого института прекрасно занимаются чёсом по всей России со своими тренингами. И поверьте, у них и квартиры, и машины. Ну ладно, хватит заключения. Это еще раз. В семь раз меньше академических часов тоже психолог. Это очень важно. Так или иначе, 5-6 лет человек должен потратить для того, чтобы легально дальше заниматься вот этой деятельностью. Да не должен. То есть, не, подожди, ну как? Так, это, а, высшее образование по-любому. Да, ну и плюс доп. образование, потому что не каждый родился, я буду психологом. Ну и с корочкой, Игорь Борисович. Я еще такого ребенка не видал. Понимаешь, космонавтов, я понимаю. Ну и с корочкой за 100 часов, за 10 месяцев обучения по выходным он тоже будет вести, имеет права. Я понимаю, я объясню, почему я задаю такие вопросы. Так, дальше. Дальше. Дмитрий Валерьянович, пожалуйста. Вот к чему. Мы сейчас, собственно, все крутится вокруг того, как отделить профессионалов от людей неквалифицированных. Ну, не совсем это крутится. Я вот тут тоже задумался. У меня как раз в титрах написано «политолог, писатель, журналист». Если добавить еще экономист, меня так часто титруют футболисты, что не так далеко от истины. И, допустим, врач, что совсем далеко от истины. То как раз получатся все те профессии, в которых лучше всего понимают все таксисты и парикмахеры в нашей стране. Так что ситуация-то понятная, ситуация достаточно жизненная. На самом деле, если говорить технически, то решается вот этот проблем достаточно легко. У нас есть институт лицензирования в других отраслях. Почему туроператор, например, или туристическое агентство должно лицензироваться, а коуч не должен. Ну, соответственно, критерии, в общем-то, профессиональные тоже достаточно легко вырабатываются, если этим действительно будут заниматься профессиональные люди. Но проблема не в этом. Проблема в том, что это может только, скажем так, ну, более-менее регламентировать ситуацию всеобщей шизофрении, в которую мы погрузились совершенно по другой причине. по причине совершенно чудовищного перекоса в современной образовательной системе. Наверное, будем говорить так. Причем это, слава богу, я это связываю, возможно, и несправедливость реформы образования, с проходящей, когда мы в конце 90-х приняли решение вместо нового человека, неважно там какого, коммунистического или некоммунистического растить, как это было сказано, квалифицированного потребителя. А на самом деле мы просто попытались привести нашу систему образования к международным, причем международным, так называемым, популар-стандартам, потому что элитное образование, я так понимаю, должно было быть уничтожено под корень, а дети элиты самоназначенные должны были проходить обучение на Западе. Вот баллонская система, это же популар, это народная система образования. Она предназначена как подачка, как соцпакет, но ни в коем случае для европейских, скажем так, широких народных масс, но ни в коем случае не как фундаментальная система образования. Так вот, если образование – это услуга, если образование – это товары, если образование – это то, что можно либо включить в социальный пакет, как баллонку, либо продать, то коучинг в том или ином виде, в легальном, в нелегальном, но в видеом лицензии приспособятся, пацаны, не беспокойтесь. У нас же и гадалки ко всему, и экстрасенсы приспособились, и даже пирамиды приспосабливаются совершенно спокойно, действуют как бы в правовом поле, обманывая миллионы людей. Совершенно спокойно. Еще раз, нам надо заниматься человеком, то есть нам надо заниматься нами. В данной ситуации нам надо заниматься нашим с вами образованием, потому что, простите, нормальному человеку с хорошим академическим образованием вот это дерьмо не втюхаешь, просто не втюхаешь. Вот с этими курсами личностного роста. Я вот, да, кстати, еще о господине Милонове, я, к сожалению, вот то, что здесь мешает, это я вообще боюсь вот этих ребят с такими зигзагами от партии «Яблоко», да, и от самых-самых демократичных демократов, как Мизулина и Милонов, и самые дикие-дикие охранители, потому что они способны, собственно, присутствием опошлить любую, даже самую трезвую идею. В частности, вот... Давайте поможем господину Милонову, все-таки дело-то хорошее, навести порядок в сфере. Я не уверен, что там это яблоко, конечно, но ладно. Милонов сейчас в Единой России. Да, он в Единой России, да. Так что, вы понимаете, да, с кем вы имеете дело? Им по самим себя для начала проверить, вот с точки зрения... Ну давайте не переходить на личности, потому что это повод поговорить о том, что беспорядок, много шарлота. Значит, я как раз... Пусть расцветают все цветы, давайте будем здесь хиппи. Дмитрий Валерьянович, вы очень хорошо начали. Нельзя, что просто давайте не ассоциировать эту идею с именем Виталия, потому что идея, в принципе, здравая. Ладно, бог с ним. В никаком виде. Именно так. Все, понятно. Ваши фамилии Милонов немножко отпугивать. Да, Артем Юрьевич, сейчас. Вы очень хорошо, на самом деле, отпугивать, не отпугивать. Не я его звал в Единую Россию, и не я его в эфир отпугивает. А кто его избирал, значит, есть такие люди. Ладно, бог с ним. Бог с ним. Очень хорошо вы начали. Политолог, писатель, журналист. Справочки покажите. Мы в следующий раз будем более серьезно к этому. Понимаете, вот на каждое вот это звание. Для того, чтобы подтвердить звание писателя, я считаю, нет. Он у меня есть. Сейчас, одну минуточку, да, Ильин. Одну минуточку. Я просто вспоминаю допрос Бродского как раз. Да? Вы кто? Я поэт. Да это я понимаю. А вы кто по профилю? Я поэт. А кто сказал, что вы поэт? Что будем делать с этим? Понимаете? С Пол Маккартни что будем делать? Что будем делать с Пол Маккартни? Да, с его Yes Today там и так далее. Что будем делать с Дикулем, например? Что будем делать с тысячами людьми, которые в принципе не имели права, по идее. А ведь это не просто. Речь не касается только коучей. У нас сегодня есть законодательство. Мы не можем никто заниматься просветительской деятельностью. Никто еще не сказал, что это такое. Ну, если ты не соответствуешь, другими словами, если у тебя нет бумажки. Вот, например, Помидоров, вот он ведущий. Вы его все хорошо знаете. А ему бы шпалы прокладывать в тайге. Потому что именно это у него образование. Тема дипломной работы. Нет, я имею в виду, вы не подумайте. Я не про зэков, а про... Как ты называешься? Можно и зэком. Инженер путей сообщения. Строительство железных дорог в условиях вечной мерзлоты. Разговаривать с уважаемыми людьми, понимаете? И вы ему позволяете это делать. Я мог бы сделать карьеру в РЖД. Но я пошел по зову сердца в вечернюю Москву. Я хочу сказать, что сейчас, Артем Юрьевич, что у нас вообще в Конституции право на преподавание закреплено. Не, минуту. Ты вообще не туда. У нас в той же Конституции сегодня есть закон, который, между прочим, недавно приняли. А закон о просвещении без подзаконных актов пока там ничего не понятно. Артем Юрьевич, вы хотели сказать, тем более я знаю, что вы спешите. Вы спешите заниматься государственными делами. Я знаю. Да. Не могу с вами до конца эфира. Хотя, действительно, тема очень животрепещущая. Я бы призвал всех коллег все-таки несколько сбавить градус в плане любой, так сказать, ну, скажем так, запретительной риторики. Потому что проще всего сказать, что давайте запретим, и явление исчезнет само собой. Нет, явление-то останется, но приобретет еще более уродливый формат. Вот однозначно, чем надо заниматься, как раз мы уже сказали, закон о просвещении, надо заниматься просвещением, в том числе и рассказывать, на самом деле, самым широким слоям. То есть, ведь кто приходит к коучам, кто приходит к сомнительным преподавателям. Люди без образования, люди со слабым образованием, люди из плохих вузов или вообще, так сказать, со школьной скамьи, которые чувствуют в себе некую потребность, и это очень здорово. Повысить свою квалификацию, повысить свою стрессоустойчивость, ну, вообще как-то поменять свою жизнь. И наталкиваются вот на такие очень странные мошеннические истории, после которых, что называется, ну, как бы и аппетит проходит, что называется, к процессу познания. Вот это вот самое главное, что мы должны беречь наших людей и обеспечить им систему, на самом деле, дополнительного образования, повышения квалификации на должном уровне. Ну, она какая-то, я согласен, очень странная, сложная. Андрей Геннадьевич, прежде чем, вот, вы скажете, я вам маленькую такую вот, как, не то что историю, а в моей жизни, есть такой человек, он мой друг, зовут Саша Сухарев. Вот в Москве его называют гений общения. Андрей Геннадьевич, с ним выпить, это милое дело, понимаете, это просто, это что-то невероятное. Весь космос открывается, обсудить можно все на свете, и так как вот у Саши Сухарева, так, в принципе, больше ни у кого. По большому счету, вот если мне что-то, что-то не так, если что-то не удалось там в жизни, если у меня есть какие-то проблемы, вы знаете, я еду к нему на дачу, понимаете? По сути, на сеанс, но он мой друг и так далее. Вы знаете, он не является психологом, вот он не является психологом. Я такой не один, все знают, что Саша Сухарев, есть тебе плохо, иди туда. Он расскажет, он покажет, он как-то вылечит, на следующий день все совсем по-другому. Предположим, что Саша Сухарев по нашим просьбам, слушай, старик, ты великий человек, давай-ка ты будешь собирать стадионы. Да тебе тренинги вести надо. Да, и разговаривай с людьми, ты им нужен, да? А все остальные говорят, нет, у него нет этой, ну, он не психолог, да? Вот, уж точно, Саша Сухарев уже в возрасте, он не потратит 5-6 лет жизни для того, чтобы, ну, вот нашу эту идею, вот его друзей, да, воплотить. Более все работает у него и так. Вам не кажется, что мы слишком формально подходим и друг к другу, и к профессии, и вообще, понимаете? Потому что талантливые люди, Артем Юрьевич. Последняя правда, после чего я, к сожалению, вынужден буду покинуть такой замечательный компанию экспертов. Вот не надо путать формат, да? Значит, дружеское общение не может перерастать в организованное на стадионе пьянку, а деньги посетителей. А я устрою, Артем Юрьевич, я вот как менеджер, менеджер устроил. Мне только, чтобы он вышел и рассказал то, что рассказывает мне, другим людям. Я устрою ему стадион, это не он этим будет заниматься, другие, как бы, понимаете? А самое главное, чтобы он это рассказал. Да, ну, все, Артем Юрьевич, до свидания, я понимаю. Ну, жалко, что вы... Да, Андрей Геннадьевич, спасибо большое. Спасибо, да. Артем Юрьевич Кирьянов, седина общественной палаты Российской Федерации, депутат Государственной Думы. Все. Да, Андрей Геннадьевич, как вам наша история, моя вот история? Возможно ли что-нибудь сделать для таких людей? Или вы считаете, что все-таки общаться с другим человеком вот так профессионально должен только профессионал? Я не буду уходить в империи далеких исторических событий, но я напомню вам, что одна, ну, лично стоящая, совершенно на особицу, особенно для тех, кто в нее верит, она как раз, собственно, и занималась коучингом. Простите, но это было, по сути, вот сейчас то, что делают коучинг, они пытаются имитировать события двухтысячелетней давности, когда люди слушали, верили и шли за. Я понимаю, о чем вы. Мы даже не будем, да. Позвольте еще один нюанс. Меня удивило, с какой легкостью уважаемые коллеги причислили коучинг к образовательному формату. Прошу прощения, уважаемые коллеги. Простите, пожалуйста, я просто хочу, я же тут за факты отвечаю. В высшей школе экономики есть магистратура по специальности коуч. Андрей Геннадзе имеет в виду другое. Ну ладно, хорошо. Коллеги, вдумайтесь, пожалуйста, в термин личностный рост. А пока мы с вами это обдумываем, пожалуйста, найдите здесь о педагогике вообще что-нибудь и об образовании что-нибудь. Это не то. Это сейчас спекулятивный дрифт, который как раз и позволил во многом опереться на те самые формально получаемые лицензии на причисление и коучинг к образовательной деятельности и так далее. Если бы это относилось, например, условно говоря, к некой психотерапии, то, соответственно, этим бы занимались совершенно с других позиций. Там уже есть лицензирование, там уже есть все остальное и профессиональные лицензии. Но я даже не об этом. Я, кстати, считаю, что это психотерапия. Я так думал раньше. То, что делают коуча, особенно это как же это? Психотерапия, чтобы вы понимали, сейчас выведен из реестра врачебной специальности. Не буду комментировать этого. Но нюанс следующий. Я позволю себе привести маленькую отвлеченную цитату. Когда-то защищалась диссертантка у меня в Совете. И она употребляла все время сочетание личностное развитие. Ее поправили. Зачем новый термин, когда есть личностный рост? Она тогда так хихикнула смущенно и сказала, мы с моими руководителями решили, что расти может даже куча мусора. Уважаемые коллеги, личностный рост как таковой – это термин, который в принципе искажает то, что происходит. Претензии всех, кто заявляет себя в этой профессии, на развитие. Так в данной ситуации развитие и обучение – это не всегда эпитеты. В данной ситуации, на мой взгляд, вот многое путается из-за того, что был специально создан такой вот полуформат, который непонятно куда относится. Поэтому вот так трудно стандартизировать. Поэтому так трудно уложить в прокрус этого ложа государственных разрешительных документов. И действительно, когда мы говорим об ограничении этой деятельности, простите, пожалуйста, а чем занимаются блогеры, воспеваемые ныне и вообще выведенные... Они больше не воспеваемые, они как раз тоже попадают под закон о просветительской деятельности. Все в порядке там. Вообще, по идее, никто ничего не может говорить, если даже у него есть определенные мысли. Не дай бог моя мысль понравится еще кому-то. А не дай бог их будет тысячи человек, поймите, мы не всегда по профессии общаемся. К сожалению, Игорь Борисович, многие, даже упоминавшиеся нами в прошлой сессии наши фамилии и псевдонимы, не буду их не рекламировать заново. Помните, когда мы говорили о молодежной эстраде в компании двух блогеров? Понимаете? Поэтому в данной ситуации, еще раз говорю, данное явление запретить, на мой взгляд, невозможно. Его надо систематизировать, поставить в прокрустного ложа. Да, это не исключит возможности попадания туда каких-то одиозных единиц. Но это перестанет быть хотя бы массовым, неконтролируемым явлением, которое находится в серой зоне. Ну, не знаю, я все понял, вас понял, вот, Елена Леонидовна, ну, если, Елена Леонидовна, если порассуждать все-таки, ну, немножко отойти от системы образования, просто как, ну, как люди. Ну, личностный рост, что такое для, почему этому надо придавать такое, какое-то невероятное значение? Ну, для многих мужчин, например, личностный рост и причина его личностного роста, в общем, даже не образование, которое он получил, а женщина, которая с ним живет рядом. Например, да? Почему нет? И, кстати, многие женщины, воспитые великими людьми, обладали уникальными данными, чтобы помогать, вот, мужчине, например, своему, который... Идти к его цели. Идти, да, к его цели. То есть, все, что делает коуч, мотивировать, помогать определиться с желанием. Не важно, все понимают, о чем речь. Да. Но все понимают, о чем речь. Неужели мы все можем как-то, вот, написать инструкцию обо всем? Игорь Борисович, коллеги, мне кажется, мы с вами все свалили в одну кучу. Свалили все в одну кучу, я с вами согласен. Но я изначально хотел поговорить о том, что имеет право, поймите, 5 лет, я не об образовании сейчас хотел говорить. Мы могли бы с вами поговорить, неужели все психологи, которые выходят из всевозможных заведений, может быть, даже из ваших, да, кто-то. Но неужели они такие замечательные, что имеет моральное право дальше, ну, у кого-то это может не получиться, и не важно, получил он образование или нет. Ну, а где-то, в принципе, талант умер, только по одной простой причине, что, ну, невозможно 6 лет просто на образование. Я вас спрашиваю... Давайте с обратной стороны зайдем. Давайте зайдем со стороны тех людей, которые хотят получить, ну, не знаю, технологии личностного роста или личностного развития. Здесь, я согласна, могут быть нюансы. Давайте мы с этой стороны зайдем. Действительно, ведь новая цифровая онлайн-среда, с чего мы с вами и начали, онлайн-образование, новая цифровая среда дает огромные возможности. Люди хотят найти технологии успеха в жизни. Хотят ведь найти. Они же про технологии успеха, за технологиями успеха идут. И, конечно, люди должны понимать, что эта среда вполне токсична и опасна. Вот здесь, мне кажется, еще вопрос доверия. Доверие, которое вдруг оказывается тем, кто громче кричит. Это, в принципе, вопрос маркетинга, рекламы. И доверие тем, кто может обидеть и может нанести вред. Поэтому я согласна с выступавшими здесь людьми. Если мы о курсах, то, пожалуйста, есть лицензирование, как такой регулятивный процесс для индустрии, для образования. Если мы про психологов, то, конечно, здесь должна быть профессиональная подготовка. Если мы про желание людей быть обманутыми, а обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад, то мы, конечно, говорим, ну, пожалуйста, принимайте участие в подобных мероприятиях. Вот сейчас, Елена Леонидовна, возможен такой вариант, возможен ли такой вариант? Вот есть годовые курсы, которые могут помочь человеку стать действительно психологом, если вдруг он нашел себе... Ну, ведь к вам же не может прийти командир корабля, там, Боинга 3-7, потому что у него нет высшего образования. Ну, хорошо, у меня есть, я техническая, я инженер. Елена Леонидовна, да, да. Но если у него есть высшее образование, хоть он... Нету, нету, в том-то и дело, Елена Леонидовна, нет, нет у него высшего образования. Это взрослый человек, он пришел к этому, это его талант, он хочет его развить, но у него нет высшего образования. Наши пилоты... Он на себя берет за этих людей, с которыми он работает? А что это значит? Он берет на себя ответственность, если берет, то он каким-то образом должен фактически подготовить себя для того, чтобы работать. Как он должен взять ответственность? Опять же вопрос, подожди по минуту, опять же вопрос, возможен ли вариант, чтобы без первоначального высшего образования человека талантливого взять вот эти вот курсы, я не знаю, провести экзамен какой-то, я не знаю, насколько он подготовлен к этим курсам, насколько он знает это, насколько он образован сам по себе. Ну, я не знаю, ну что-нибудь, и сказать, да, окей, ты без высшего образования, но в принципе мы можем взять тебя на эти курсы и подготовить из тебя неплохого психолога. Почему нет? А на эти курсы? Нет, невозможно. Я понимаю, что это сейчас невозможно. Есть ответ у Андрея Геннадьевича за то. Ну, Андрей Геннадьевич, два слова, потому что это, да, Дмитрий Валерьянович. Да. У меня нет ответа. Я благодарен коллеге, что она вот сейчас упомянула к совершенно другой стороне, то есть мы сейчас можем сосредотачиваться не на личности тех, кто пытается как бы заполнить эту нишу, а на том, на чем существует сама ниша, то есть на спросе. Почему коучинг стал предметом массового спроса? Ответ очень прост. У нас отсутствуют механизмы социализации взрослого человека. Они просто не существуют сейчас массового мышления. То есть вот в данной ситуации ответ именно этот. И чем эта ниша будет заполнена? Исчезнет коучинг, появится некая другая форма с иным названием, но с той же студией. Какие механизмы отсутствуют? Можете их перечислить? Что вы имеете в виду? Вы говорите об общем уровне просвещения социума? Нет, подожди. Механизм социализации – это не уровень просвещения. Назовите, пожалуйста, регламентированные, вот помимо, так сказать, спорта, варианты досуга, проводимого взрослыми людьми в компании, которые доступны реально и массово воспроизводятся. Не ответим. Пятница вечер. Это в гости к друзьям на субботу-воскресенье. И насколько это сейчас воспроизводимо. Увы, но вот этот момент как раз и перестал существовать. И попытка сплотиться привлекает людей к любому формату. В том числе и в коучинг. Слушайте, ну там ведь тоже, согласитесь, нужно… Хотя я бы дополнила слово еще «самореализация». Люди тоже хотят самореализовываться. Спасибо. И по этому пойдут на эти курсы. Ну согласитесь, не кажется, никто попало может собрать стадион. Но ведь это же тоже нужно иметь хоть какой-нибудь талант в определенном… Это называется спекуляцией маркетинговой стратегии. Маркетинговой стратегии, хорошо, что вы об этом заговорили, потому что существует, я не знаю, подтвердители опровергники, потому что существует определенная схема вовлечения. Человек, который ходит на курсы личностного роста, в качестве задания и доказательства, что он не лох, а лично подрос, должен привести туда определенное количество людей, которые вложат туда деньги. Да, это так? Это, наверное, верно. И это сетевая история по закачиванию бабла туда просто, которая вот как паутина растет. Да, Андрей Геннадьевич, точнее, Дмитрий Валерьянович, да. А это что касается таланта, я как раз фразу знаменитую из советского кинофильма вспомнил. У меня товарищ был такой талант, червонец это нарисует, не отличишь. Таланты тоже разные бывают, знаете. Давайте, на самом деле-то критерий достаточно простой, и нечего здесь приобретать поуча, в кавычках, который был 2000 лет назад. Вот как раз торгующих из храма изгонял, в том числе из храма человеческой души. Давайте очень просто. Если это действительно возможность поговорить с людьми, возможность им помочь, возможность еще чего-то такое, вот это одно. Как только это становится, извините, за деньги, это становится профессией. У любой профессии есть определенные профессиональные критерии, которые в данной ситуации подлежат тому же самому, допустим, лицензированию. Какой-то любой профессии, не знаю, даже вождением машины невозможно заниматься без получения прав. Согласны, у нас времени мало, кто этим должен заниматься. Человеческую душу-то можно с ногами, с ногами, с ногами, с ногами, с ногами, с ногами. Я не понял, Дмитрий Владимирович, слушайте, это все равно, как у нас в училище цирковое, у меня было в моей жизни и это. Цирк – это спорт в каком-то виде. Цирк – это гимнастика, акробатика и так далее. Я помню, на первый курс приходят профессиональные спортсмены. А вы знаете, это в ранние годы уже становятся чуть ли не чемпионами и так далее. Ну, вот они приходят в цирковое училище, чтобы стать артистами, значит, им говорят, на первом курсе мы только… А он уже тройной может фляг, то есть крутить вообще все, что угодно, но ему на первом курсе нельзя, потому что на первом курсе нельзя. Тройной будешь крутить на третьем, понимаете? И вот это же беда, поймите. А к третьему курсу он забывает, что такое тройной фляг. Но есть люди, которые… Я вам еще раз хочу Бродского такого же. А это тоже человек, который влияет, очень сильно влиял на человеческие души, на разум и на все такое. В Советском Союзе… Но он деньги не балл за это с людей. Да, хорошо. Понимали, куда вы Бродского, в какое университет отправите, чтобы сделать из него правильного поэта, скажите. Ведь такое же, такое тоже может быть, как и Тарантино. Я… Есть литературный институт, можно в литературное отправить. Все равно наша жизнь с вами достаточно четко профессионализирована. И образование выстраивается, и первое образование, и последующее образование. И люди, которые идут на так называемые курсы личностного роста, они не за дипломом идут, но они за какими-то новыми знаниями и навыками. Поэтому здесь тоже должны быть ответственные и профессиональные преподаватели. Я считаю, что мы не должны с вами, ну, как размывать эту ситуацию. Не надо ее размывать. Люди идут за тем, чтобы коучер помог им, научил их достигать их жизненных целей. И это работа, и это профессиональная работа. Особенно, если, я согласна с коллегами, если она за деньги делается. Понимаете, конечно, мы можем критиковать подход к образованию как к услуге. Но если мы смотрим на сферу доп. образования, туда приходят люди, именно за доп. образованием, не важно, что оно длится 8, 16, 32 часа. Так вот, если люди туда приходят, им надо качественное образование дать за те деньги, которые они заплатили. Опять, кто будет у нас в стране, за кем будет крайнее слово, что это качественно, а это некачественно. По поводу коучинга, единственное, у нас есть высшая школа экономики, но они там готовят бизнес коучей. То есть, непосредственно, как зарабатывать деньги именно в бизнесе. И там же они, у них на сайте упоминается самая большая некоммерческая организация, Международная федерация коучинга, 117 стран мира, 24 тысячи коучей. Вот все, что у нас сейчас есть в России на эту тему. Вот кто может взять на себя в России вот эту функцию? Давайте перестать. Как я сказала, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, хотя это очень сложная структура и государственная структура, и сейчас при разного рода образовательных структурах создается частно-государственное, частно-профессиональное партнерство для аккредитации тех или иных образовательных структуров. Не попали те коучи, которые уже научились рубить капусту и вовлекать, как в сетевой маркетинг, деньги клиентов туда. Это вообще другой разговор, понимаете? Кстати, ну а почему бы нет? За него же никто не будет нести ответственность, ради чего он хочет, в принципе, получить эту корочку. А остальное он уже сам знает, как собрать стадион и так далее. У нас вон 12-летние дети, вон на работу приходится их принимать. Ну не то, что на работу, но по крайней мере... Оформлять. Их советом следовать, понимаете? Они только дышать научились вчера, но они знают, каким образом сделать так, чтобы на наш эфир сейчас зашло. Понимаете, не 10 человек, а миллион. Вот и все. Вот и все. Как все, Игорь Борисович, еще 10 минут. Ну а дальше, мы, по-моему, еще не осознаем, в каком мире мы живем. Мы перешли вот этот вот барьер, да? Но до сих пор не попрощались ни с прошлым, ни поздоровались с будущим. У нас очень сложные времена. Чем, безусловно, пользуются всякого рода мошенники. Ой, пользуются. 5 минут осталось. Андрей Геннадьевич. Мне хочется только начать наш разговор, как, собственно, нашим зрителям. Я смотрю по Яндекс.Дзену, там ужас, что творится. Кстати, без всякой, без всякой девочки 12-летней. Господи, мы это сделали сами. Ты представляешь, взрослых людей слушают в сети. Да быть такого. Андрей Геннадьевич, что вы сейчас скажете? Будет больше пользователей или отвалятся все? Давайте послушаем. Меня? Да, Андрей Геннадьевич, вы руку поднимали. Я же помню. Я не могу поднимал, но я говорил о том, что в данной ситуации пока будет спрос на подобную услугу, она будет в том или ином виде оказываться. И здесь ничего нового под луной нет. Поэтому, если мы хотим кардинально разбираться с этим явлением, то его необходимо, как предлагали коллеги, канализировать с лицензированным, с обучением, с прочими вещами. Но, помимо этого, нужно понять, откуда растут ноги у этой линии, почему существует спрос. И удовлетворить его другим более приемлемым вкусом. Вот это самое интересное. Чем интересно удовлетворить желание человека... Лучше кормить его, Игорь Борисович. Больше выходных. Не, 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 не туда. Лучше кормить. У Койчера всего два крючка, на которые они ловят людей. Первое – это жадность. Первое – это в русле того фетишизированного явления успешности, которое конкретизируется у нас количеством привлеченных денег. И второй момент – это желанием общаться, которое не удовлетворено. Вот эти два желания, хотя бы с одним из них разобраться, и Коучеры у нас будут безработные. Понятно. А ведь, Помидоров, я хочу тебе сказать, ты ведь там был. Безработные Коучи – это страшная вещь. Ты же их любишь, Михаил. Понимаешь? Хотя я тебе хочу… У тебя что, недостаток общения, а? Вот скажи, пожалуйста. Игорь Борисович, в обществе существует запрос на успешность. И поверьте мне, если вас… Не важно, что вы думаете о себе, если окружающие будут думать, что вы человек неуспешный, в плане того, где вы живете, в каком районе, какая у вас квартира, недостаточная машина, жена ваша одевается как-то не очень, в отпуск вы ездите не туда. Ты волей-неволей будешь ставить себе цели, чтобы ездить туда и жить там, чтобы быть уважаемым человеком. А вот здесь совершенно понятно, ты же не сам туда придешь, а кто тебя приведет. Это все Андрей Геннадьевич назвал, вот основные наши, ну и чего, ну вот и сейчас перечислил. Дальше что? Игорь Борисович, на самом деле, давайте вернемся к Милону, он предложил совершенно конкретные вещи. Мы не можем вернуться к нему, мы можем с ним только попрощаться, потому что до конца эфира 2 минуты 57 секунд. 2 минуты 57 секунд. Мы не принадлежим себе. И да, в то время как, видимо, будут разрабатываться учебные планы, эффективность которых нужно доказывать, я прошу сейчас на пустынное слово сказать о том, в ближайший год, что будет с этой сферой, по-вашему, действительно происходить. Елена Леонидовна. Я думаю, что люди становятся более грамотными, и те, кто приходят к этим коучам, начинают разбираться в качестве их преподавания, коммуникации. Я думаю, что все-таки людям надо смотреть внутрь себя и не пытаться искать легких рецептов за 5000 рублей от не очень профессиональных людей. Понимаете, там это стоит 500 тысяч рублей просто, вот в чем дело. Ладно, 2 минуты, пожалуйста. Я думаю, да, Дмитрий Валерьевич, вы скажите, вы говорили немного. Да, ваше видение развития ситуации. Ну, я просто предлагаю еще раз, я говорю даже ли за лицензирование, в принципе, эта проблема может отодвинуть, систематизация какая-то. Но не решит. Решить эту проблему может только фундаментальное изменение отношения к образованию, к образованию нации. Если хотите, это отдельные вопросы, отдельная тема, большой передачи. Понятно, да, и вероятно, да, мы об этом поговорим. Я просто вам хочу сказать, вот, например, в Америке, чтобы стать режиссером, прямо вот режиссером, да, для этого есть полугодовые курсы, да. Но при этом не важно, есть ли у тебя высшее образование. Как и по многим, понимаете, такое ощущение, что у нас очень тяжело. А вообще талантливым людям, самородкам их очень много. И мы это знаем, да. Вообще-то надо как-то найти вариант, как-то им помогать и их легализировать. И это, наверное, поможет как раз вот в борьбе с другими мошенниками, у которых все всегда есть. У них в порядке все есть с документами и со всеми как полагают. И с маркетингом. Понимаете, ибо таланту нужно помогать, сказал не я. Потому что сами понимаете, кто пробьется сам. Я, в принципе, об этом. По-моему, немножко тяжело. Надо как-то упростить, да. Таким образом мы поможем и себе. Не будем столько негативных. Совершенно верно. Вот. Совершенно верно. Георгий Геннадьевич, да, они все мошенники, сказал он. И правильно ведь, самое главное, сказал. Откнуть, Игорь Борисович. А я дурак, точнее, не я. Я тому не был. Я намекаю на кого, кто там был и слушал этих мошенников, на самом деле. Но мы, друзья, мы можем себе это позволить. Да, дорогие друзья, спасибо большое вам. Спасибо нашим замечательным экспертам. Уважайте, в первую очередь, себя, свое время. И 10 раз перепроверьте, кому платить деньги за свое саморазвитие. Удачи. Аплодисменты. 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 Продолжение следует...